Уже через час закрываются избирательные участки. На одном из них, в 58-м, находится наша коллега Анастасия Дьяконова. Настя, здравствуй. Скажи, продолжают ли приходить люди на избирательные участки? Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, телезрители. Мы находимся на 58-м участке. И сюда, в Ригу, все еще продолжают приходить люди. Отмечу, что приходят они такими волнами. Вроде то есть, то даже образовываются небольшие очереди. И есть еще час, чтобы прийти проголосовать, сделать свой выбор. Видите, место в урне еще есть для ваших бюллетеней. И находимся мы на улице Канера, 15. Почему будем здесь? Всю ночь будем дежурить здесь. Посмотрим, как происходит подсчет голосов. До скольки будем работать, пока неизвестно. Все зависит от того, сколько людей придет на участок проголосовать. Напомню, остается еще час. Ну, а о том, как прошел сегодняшний день, мы узнаем у главы комиссии, которая работает на этом участке, Кита Ичипана. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, рассказывайте, как прошел день. Много ли людей пришли голосовать? Да, день был очень такой тяжелый. Очень много избирателей приходит, да еще приходит. Самая такая активная часть дня была среди дня. Это около 12 до 15. Ну, очень-очень много даже большой очереди до дверей стояли. Но мы очень быстренько работаем. И так никакие задержки не были до сих пор. Думаю, не будет тоже остальных. Ну, час еще остался, но думаю, что все будет хорошо. Ну, впереди у нас с вами теперь уже ночь. Как думаете, как предполагаете, долго ли будем работать? Как много часов понадобится, чтобы пересчитать все эти голоса? Ну, пока, потому что у нас есть электроническая система. Я думаю, что мы будем, ну, очень так, быстренько работать. Ну, главное, чтобы система сработала до конца. Не было каких проблем. Ну, так думаю. Ну, я думаю, до часа ночи мы должны быть уже в Риге в доме. Все там, все, отдать все документы и все бумаги и все, что надо. Как вообще прошел день? Все ли было спокойно? Не было ли каких-то моментов? Вот мы уже говорили, что приходят люди. Я вижу много пожилых. И тут впереди такая лестница. Вызывает ли это трудности? Ну, в нашем участке нет такая возможность, чтобы подняться на раты инвалидам. Но были случаи, что мы помогли по лестнице попасть наверх людям, чтобы пойти и сдать свой голос за какую-то партию. Ну, тогда этот человек, он приходит, но он не один. Тогда он должен регистрироваться как помощник. Тогда он может пойти в кабине, чтобы помочь избирателю делать свой выбор. Но мы комиссии не можем помогать в кабине работать. Мы только можем подняться по лестнице. Ну, мы сегодня тоже не сможем помочь комиссии почитать все голоса. Но обязательно посмотрим, как это происходит. И расскажем уже, как сегодня ночью в ночь выборов на ЛТВ-7, так и завтра в спецвыпусках на телеканале ЛТВ-7. Марина.